Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана. И в этом видео мы с вами уделим внимание Пасхе, Светлому Празднику и поговорим о том, что же нужно делать в День Пасхи для удачи и достатка на весь год. Пасха или Светлое Воскресение Христово – это древнейший праздник христиан. И как любой другой праздник, этот день окружен различными народными приметами, традициями и суевериями. Но в этом видео мы именно уделим внимание народным приметам и обрядам на Пасху для достатка и финансового благополучия на весь год. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы правильно провести этот прекрасный и светлый день. Друзья, очень важно в этот день встать рано. И чем раньше начнется ваше утро, тем удачнее и счастливее будет для вас весь год. Вы знаете, верная примета – с утра, выйдя на улицу, встретить идущим вам навстречу мужчину. И если вы видели мужчину, то знайте, что это к благоприятному году в финансовом плане. И год пройдет у вас в делах и достатке. Ну а если женщину, то будьте внимательны к своим финансам, осторожность вам не повредит. Не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, которые связаны с деньгами. Ну а для того, чтобы ваш год был благополучен, в финансовых делах следует накрыть богатый праздничный стол. Обязательное присутствие традиционных крашеных яиц, куличей, пасхи и, конечно, сладостей. Очень важно, чтобы в этот праздник на столе стоял мед или блюдо с ним. Чем больше явств и угощений, тем больше и богаче будет следующий год. И вы знаете, всю пасхальную неделю старайтесь совершать добрые дела. Помогайте бедным, животным. Чем больше вы сделаете добрых дел, тем больше добра к вам вернется. И в сам день Светлой Пасхи обязательно покормите бездомных животных, птичек. И тогда весь год будет щедрым и удачным. Ну а чтобы не знать денежных проблем, в течение года на службу в церковь следовало взять денежку. Купюру держали в левой руке в течение всей службы. И после этого денежку следовало было отдать на пожертвование. Конечно же важно, чтобы в доме на Пасху была святая вода. Святой водой умываются утром. Ею окропляют углы дома, поливают растения. Кто-то для большего достатка окропляет кошелек и место, где хранятся денежки. Ну а вы знаете, корица привлекает богатство, поэтому ее следует добавить в выпечку и украсить ею праздничный стол. Цвет скатерти также имеет значение. Для привлечения денежного потока скатерть на праздничный стол слали зеленого цвета. Зеленый цвет это цвет денег. А для большего успеха в финансовых делах и на удачу под скатерть следует положить монетку. И вы знаете, крашеные яйца это, наверное, самая важная народная традиция на Пасху. Яйца красят, ими стукаются и их дарят друг другу. Вы знаете, даже есть ритуал на денежное благополучие с пасхальным яйцом. С утра нужно поменяться с близкими крашенными яйцами. При этом на яйцо кладут монетку. И нельзя допустить того, чтобы при обмене монетка соскользнула с яйца. Затем эту монетку хранят в кошельке как талисман на достаток. Вот, друзья, такие вот мы вам хотели дать народные приметы и традиции на этот день. Ну а мы вас всех поздравляем со светлым праздником Пасхи. Добра вам, мира и благополучия!